Всем огромный привет, как вы видите за моей спиной, наш родной стадион, к сожалению, на который мы не сможем в ближайшее время попасть. Станет ли мир, станет ли жизнь приезжать? Там Путин выступил, что все, пора закрываться. Как карантин ударил по благосостоянию клуба? Ты футбольный клуб. Твоя работа – играть в футбол. В Сербии, в принципе, невозможно, чтобы какое-то дерби прошло, там, то есть, и даже они заикнутся по поводу того, что давайте будет присутствовать все 10%. С тех пор я только в реанимации. В реанимации, соответственно, все тяжелые. Многие на ЭВЛ, в медикаментозном сне, в коме. Нет какой-то нормы, то есть, и нет пафоса. Я бы не сказала, что самые дорогие лоты берут именно футболисты. Возвращение пива на стадионы, возможно или нет? Ну, я за пиво на стадион. 10% будет ли расширяться до 30%? Тяжело, тяжело распределить. Ситуация очень тяжелая. Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет. Ребята, как вы видите за моей спиной, наш родной стадион, к сожалению, на который мы не сможем в ближайшее время попасть. Новый выпуск «Дневник фанатов». Вы его все долго ждали, и мы, естественно, тоже. Мы по вам соскучились безумно, вы бы знали как. Как вы уже поняли, выпуск не простой по названию. Выпуск у нас связан с карантином, который просто ударил по всем. Кто-то потерял работу, кто-то остался, так скажем, без денег, кого-то сократили. Всем вам выражаем наши искренние слова поддержки. В этом выпуске на примере наших красно-белых друзей, которые имеют свою сферу деятельности, мы узнаем, как карантин ударил по ним, как они меняли свою работу в своей компании, какие были минусы, какие были плюсы. Выпуск будет очень интересный, много интересных гостей. Ну и, конечно же, мы встретимся с Томасом Цорном и узнаем, как переболел карантин «Спартак». Все по топу. «Дневник фанатов» мы начинаем. Томас, приветствую. С возвращением в родной кабинет уже. Родным стал за это время? Ну, конечно, конечно. Каждый день, да, уже на промежутке больше года, поэтому, конечно. Расскажите, чем занимаюсь все время карантина, как проходила работа в двух словах. Было ли вам скучно без футбола? Ну, конечно, было скучно без футбола. Все-таки такой промежуток длительный, да, никогда, я думаю, в футболе не было такой паузы. Большой не для ребят, не для функционеров, не для тренерского штаба, да. Это было сложно, но, несмотря на все, работа никогда не прекращалась. Я знаю, что тренерский штаб всегда анализировал наши игры, был в контакте с ребятами. Мы и лично я был в контакте с тренерским штабом. Там много конференций по Zoom, да, общались, разбирали игры, общались по составу. Велись тренировки с нашей командой, где я тоже иногда участвовал не активно, но пассивно. Наблюдал за ребятами, чтобы их тоже увидеть какую-то... Еще одна помощь, а у вас не было видно? Нет, меня было видно, нет, меня было видно. Я не участвовал активно, я, наоборот, ребят информировал. Занятия были все всегда, поэтому это самый лучший способ был, чтобы всем донести прямую информацию какую-то, как раскладываются дела по пандемии и по вознагрению футбола. Поэтому пытались работать дистанционно. Друзья, ну что, мы в центре Москвы, метро Трубная, бар «Свинья и Роза». Сегодня мы встретимся и пообщаемся с одним из очередителей этого бара, Егором, фанатом «Спартака». Он нам расскажет, как бизнес столкнулся с проблемой самоизоляции, как бизнес из этой самоизоляции выйдет, и какие ништяки у бара «Свинья и Роза» есть для красно-белых болельщиков. Друзья, ну что, карантин заканчивается потихонечку. Разрешены прогулки, мы решили прогуляться по центру и встретиться с совладельцем нашумевшего бара «Свинья и Роза», «Спартаковского бара», на наш взгляд «Спартаковского бара» представителя «Трибуна» Егором. Егор, привет! Давай кулачком. Как завещал. Снимаем. Маски сброшены. Ваш паб на данный момент уже плотно ассоциируется с тем, что это «Спартаковский бар». Это случилось как-то само по себе, либо вы изначально там нацеливались на этот результат, и скажи, как давно ваш паб открыт? Паб открыт два года. Мы открылись в день, в первый день чемпионата мира домашнего, 14 июня 2018 года. «Получилось», вы сказали, это, наверное, правильное слово, «получилось». Конечно, в пабе просматривается «Спартаковская» некая направленность, но это четыре человека, владельца нашего заведения, из них трое болеют за «Спартак» и болеют активно, один, правда, за «Динамо». Так что у нас так вот 3-1 в пользу «Спартака», открыто для всех, и к нам ходят болельщики других команд, вплоть до болельщиков ЦСКА даже бывает. То есть мы, по большому счету, всем рады. В дни дерби, может быть, какие-то случались уже за эти годы инциденты, возможно? В дни дерби случается, к сожалению, ставшая уже традиционной ситуацией. У нас есть конь, он керамический, стоит в саду зле, и он подвергается вандализму, так сказать, регулярно. Или это надругательство над конем «Спартакских» болельщиков, или это неприятие коня болельщиками ЦСКА в таком месте. Ну, в общем, 4 раза конь уже пал, но у нас еще 2 запасных коняс есть. Друзья, ну что, наш выпуск продолжается. Мы в исторически Спартаковском районе Сокольники, Сокольнический парк. Изоляция практически снята, много людей гуляет. И сегодня у нас 2 интересных гостя. Это сотрудник медицинской службы, с которым вы видели интервью в программе «Вдвижу» Антона Дорофеева. И один из учредителей магазинов «Ратри» Алексей Усачев. Сегодня они нам расскажут не только о какой-то бизнес-жизни во время пандемии, но и о социальной жизни и ответственности. Не переключайтесь, будет интересно. Алексей, расскажи, как отнеслись к информации о том, что случилась такая эпидемия коронавируса, которая привела к тому, что пришлось закрыть офлайн-магазин. И как дела обстоят с заказами онлайн. Стало больше, стало меньше? К концу марта выручка упала в 5 раз. Уже народ не ходил по магазинам. Уже ощущалось, что народ боится чего-то, боится заразиться. Плюс еще курс сильно скаканул к тому времени. Это очень сильно на народ влияет. А народ зажимается. Другого выхода нет. Там Путин выступил, что все, пора закрываться, пора неделю посидеть. Я думал, что действительно будет неделя. Потом начались продления, продления. Мы ввели там определенную бесконтактную доставку, курьеры в масках, перчатках. Плюс мы ввели сразу бесплатную доставку для людей, чтобы им было удобно. Неплохо достаточно все прошло. Но, естественно, конечно, несравнимо с обычными временами. Паш, смотрел твое интервью для программы «Вдвижа» для Антона Горофеева. Там вы общались где-то, наверное, в начале, в середине мая, в разгар, скажем так, пандемии. Сейчас мы встречаемся уже в июне, когда все, по крайней мере, на бумаге подходит к концу. И там в конце Антон задал тебе вопрос, как ты думаешь, станет ли мир, станет ли жизнь прежней. Вот уже там спустя месяц, что ты можешь сказать насчет того, как сильно коронавирус, изоляция, запреты повлияли на москвичей и на окружающую тебя среду? Ну, то, что я вижу сейчас, что происходит в городе, я вижу реально радостных людей, которые вот вокруг нас ходят, которым вот дали то, что им долго запрещали. Я думаю, вот после войн примерно так же люди, наверное, себя чувствовали. Что касается твоей деятельности, там, месяц назад и сейчас, какое-то отличие есть или ты продолжаешь примерно тем же самым заниматься? Нет, я поменял. Вот как раз с интервью Антоном, я тогда выходил, это была первая моя смена в реанимации. И вот с тех пор я только в реанимации. То есть вот около месяца, 6-1, у меня смена постоянно в реанимации проходит. Чем отличается работа в реанимации от прежних твоих обязанностей? Ну, во-первых, это совершенно другие больные. В линейных отделениях это люди, которые, в общем-то, достаточно стабильные, в средней тяжести лежат. В реанимации, соответственно, все тяжелые. Многие на ЭВЛ, в медикаментозном сне, в коме. Есть четкая схема работы. Мы приходим, у нас есть генуборка каждый день, там разные помещения в реанимации, все по плану. И потом ужин, помогаем кормить пациентов, плюс помощь с переворачиванием их, ну, чтобы не было пролежней. А многие там с избыточным весом, соответственно, медперсоналом, там, ну, там, девочкам, медсестрам, это тяжело делать. Мы помогаем. Друзья, Филипп Кудрявцев. Многие его знают. Болельщик Спартака и также комментатор уже на Око Спорт. До этого Филипп комментировал на Матч ТВ. Фил, ты как болельщик, активный. Есть даже некоторые фотографии с выездов, где ты стоишь там на решетке, да, и многие обсуждают тебя в интернете, почему фанат Спартака там работает. Тебе не мешает ли это в работе твоей? Совместить свой рабочий календарь и календарь футбольный очень сложно. Сам понимаешь, весь футбол играется в выходные, и тебе за выходные надо успеть и на футбол сходить для души, и, соответственно, сходить на работу. И очень часто тебе приходится просить, чтобы расписание тебя поставили на какой-нибудь матче воскресный, если Спартак играет в субботу. Ну, естественно, в последнее время очень сложно стало куда-то ездить, потому что выезд — это, ну, как минимум, один полный день, полные сутки. Ну, зная нас, это два. Да, а иногда это еще и все выходные, то есть в этом случае приходится прямо вот, ну, отпрашиваться. И, естественно, особо пытаться не светиться, где почему что, поэтому я не наглею. Мне кажется, что я такой баланс нашел. Между нами всегда обсуждали, твой переход с матч ТВ на ОКО «Спорт» не связан с ним, что ты болеешь за Спартак, периодически выкладываешь какие-то фотографии с выездов и с матча, потому что, как мы знаем, матч ТВ все-таки это больше другой команды медиа, так же в шутку, как это все произносится. Ну, я честно скажу, мне стало так психологически немножко проще. Вроде как все с российским футболом не связано, хотя, опять-таки, сейчас журналист не принадлежит к своему изданию, да, сейчас журналист делает себе имя в различных, там, YouTube-проектах, там, и так далее. Естественно, я не говорю, что я себя отключил от российского футбола и остался в нем только болельщиком. Но, да, когда ты комментируешь матчи английского чемпионата, тебе, в общем-то, намного проще в российском футболе вариться уже непосредственно как посторонний зритель. Англия, она все-таки там далеко. Совершенно не важно, что ты скажешь про Ливерпуль или Мачестер Юнайтед. Англичанам на это вообще абсолютно плевать. Да, то есть, это такой более легкий формат. Как ты пережил эту новость, когда ты понял, что ты остался без работы? Слушай, ну, мне лично было вообще очень тяжело, потому что в Англии же заканчивалась, не то, что заканчивалась, заканчивалась чемпионская гонка. То есть, там, Ливерпуль с тур на тур уже в марте должен был стать чемпионом, и мы все к этому готовились. И более того, все готовились настолько, что мы должны были лететь в Англию на каждый следующий матч Ливерпуля, потому что, естественно, никто не знал, где там Сити потеряет очки, где Ливерпуль их возьмет, и никто не знал, какой матч будет чемпионским. Мы вот так ближайшие туры расписали, но в моей голове было понимание того, что вот Вова Стогниенко с Ромой Гудсайтом должны были лететь на матч Ливерпуль-Эвертон, параллельно там играл Сити-Арсенал, где-то как-то там Ливерпуль мог стать чемпионом, но у меня было понимание, что Ливерпуль должен был стать чемпионом в следующем туре. И на следующий тур должен был лететь я. Я сделал визу, я уже готовился распланировать свое путешествие. То есть все было готово к тому, что я лечу, комментирую чемпионский матч, чемпионате Англии. Это очень круто. И ты понимаешь, какой-то облом. Да, это было очень неприятно, когда вот вдруг все на этом оборвалось. Так неделька у меня была хандра. А потом, ты знаешь, было время подумать о высоком. А ты прям сидел дома во время карантина? Я сидел дома во время карантина. Я вообще был очень за то, чтобы мы все посидели дома как можно дольше во время карантина. Я считал, что это правильно. Ну что, дорогие друзья, с нами Анастасия Малкова, директор по продажам компании StoneHedge. Компания занимается элитной жилой и коммерческой недвижимостью в Москве. Анастасия, также вы являетесь болельщицей нашего любимого клуба. Анастасия пищает центральную трибуну. Как вы уже поняли в нашем выпуске, разные гости пищают разные трибуны в нашем прекрасном стадионе. Анастасия пищает центральную трибуну. Анастасия, я вас приветствую. Поговорим сегодня немножко о недвижимости? Да, Сергей, спасибо большое вообще за приглашение. Для меня это такой первый опыт, но не съемки, конечно же, но съемки, во-первых, для ютуба канала. Для фанатского канала. Для фанатского канала, да. И вообще в роли болельщицы. Я думаю, что по мне сегодня видно корпоративный. Ну и плюс мы с вами находимся на территории жилого комплекса Art Residence. Он как раз самый ближайший мой проект именно к домашней арене. Как можно сказать, и как сказали бы, наверное, в футбольном сленге, сегодня я нахожусь у вас в гостях. У меня сегодня гостевая игра. Абсолютно. Вы принимаете у себя дома. Да. Ну что же, начнем. Как столкнулась недвижимость и вообще ваша отрасль, вашего бизнеса с карантином? Рынок недвижимости, ну, не весь, но во всяком случае мы точно такие ребята больше про оффлайн. Мы работаем в сегменте бизнес, премиум, элит. Ключевая задача была, как перевести клиента на показы и на покупку недвижимости дистанционно. И первую неделю у меня был, ну, такой шок. Я не понимала, что делать вообще. У меня было легкой паники, типа, блин, все встало. Паника была, все встало, паника была, я не понимала, что вообще делать, а как встречи с клиентами, закрывать офисы продаж, куда девать менеджеров, как дать понять клиенту, что сейчас тоже ты можешь купить недвижку и что от того, что вокруг паузы, тишина, это, ну, как бы, это не ограничивает нас в сделках и в продажах. Вопрос о легионерах. Как вы их возвращали? Может быть, какие-то спецрейсы были? Как с ними общались в время карантина? Созвонились ли вы с ними? Ну, конечно, конечно, с ребятами мы созванивались, мы создали даже группу тех ребят, с теми ребятами, которые, да, именно те, кто улетели, потому что улетели не все. Например, ребята с Латиноамерики, они остались здесь, у них семья здесь, и они не могли вылететь. Это было сложнее, чем улететь в Европу, поэтому с теми, с европейцами, которые улетели, мы создали группу и были всегда на контакте с ними. Что лично я делал, я участвовал активно с организацией борта, потому что мы, я все-таки помог своими связями найти самолет, который полетит. Это были частные? Это был частный борт, да, ребята скинулись, все, ну что, и летели, разделили сумму, просто поделили и вернулись одним самолетом вместе с Германией. По прилету проблем не было, они перешли границу, все были проинформированы, так что тоже еще раз спасибо РФС, что они все передали там в наш список людей, которые возвращались, и проблем с этим не было, и потом поехали на карантин. Ну что, парни, продолжаем наш выпуск, сейчас мы находимся у парней в магазине Crazy North, многие знают этот магазин. Серега, Рома, парни, приветствую вас. Привет. Первый вопрос сразу, как изменилась ситуация с продажами, как наступил карантин? Ну, наверное, больше всего это сказалось на наших покупателях, нежели на нас. Мы как бы перетерпим все эти моменты. Да, ну и у нас как бы не такой большой объем производства, поэтому для нас это нет таких тяжелых моментов, как для многих других. Мы знаем там бизнес, особенно который барный бизнес, ресторанный бизнес, он гораздо больше пострадал. А у нас это все в основном капсульные коллекции, какие-то маленькие, поэтому, конечно, нас обухом не так сильно ударило. Фанатов Спартака, насколько я знаю, до всей этой истории с изоляцией, с карантином были некие бонусы. Во-первых, какие-то бонусы и останутся ли они после того, как вы откроетесь и выйдете из изоляции? Конечно, останутся. И мы постараемся, чтобы их даже было больше. Для болельщиков Спартака у нас всегда были специализированные моменты. Ну, у нас есть там красно-белый шот, который мы наливаем, ну, рюмка, который мы наливаем владельцам абонементов. У нас первая пинта была, есть и будет для болельщиков Спартака бесплатно. С коллегами по цеху наверняка общаетесь. Какие вообще настроения в плане сложившейся ситуации? И есть ли какие-то знакомые, может быть, которые действительно закрылись, чей бизнес прогорел из-за изоляции? Как говорится, друг познается в беде. И совершенно четко стало ясно, где люди адекватные, где люди, которые относятся с пониманием к бизнес-рискам, проблемам этим с карантином. И, конечно, наши арендодатели, вот, свиньей эрозии, я только могу восхищение выразить, как они отнеслись. Это, ну, знаете, это премьер-лига наша. Про коллег по цеху, ну, такой же ответ. Ну, где люди все смогли, ну, сработать нормально, да, без перетягивания одеяла там на себя, там бизнес будет жить и работать, да, кто провелся неконструктивно, ну, там, к сожалению, кому-то закрываться приходится, кому-то еще что. Парни, в вашей коллекции одежды, да, футболок просматривается явно, ну, то есть такая, там, дружба с сербами, да. Посмотрели ли вы на сербов, когда запускали свой магазин, свои линейки, да, сольнику производства? Как в Сербии обстоят с этим дела? Мы смотрели, конечно, и на сербов, там, и на другие, там, клубы, кто делает меч свой, но магазин у нас здесь уже находится, там, 9 лет, мы занимаемся, там, помимо одежды Crazy North, занимаемся и, там, другими casual брендами. Что-то черпали, там, из этой субкультуры, там, чтобы наши покупатели могли, там, носить эту одежду не только, там, на трибуну, да, там, в виде ромбика, там, или, там, к тому мясу. Да, мы хотели, наша главная задача была сделать так, чтобы мы могли это носить везде. То есть основная история, на самом деле, когда она родилась, она была больше даже слизана с Польши, потому что в Польше это намного развитие, скажем так, намного более интересно представлено вся их, именно по поводу мерча, вот. Ну, а по поводу сербов, на самом деле, у них все очень круто сделано, но у них больше единства, скажем так, поэтому у них, когда Андре, это вот кто владелец Deli Shop, когда пришел, сказал, что я умею делать одежду, я хотел бы делать ее, то он получил поддержку, прежде всего, от клуба и от парней, там, парни более сильно Deli, которые занимаются, которые рули все движухи, они более сильно интегрированы в клуб, чем у кого-либо, там, у кого бы я видел, вот, и в клуб к ним прислушиваются, поэтому, естественно, что, когда они пришли, это сделали, они сделали централизованно. В России очень тяжело. Нет, у нас все говорят, мы можем, а потом, оказывается, что... Ну, ты приезжаешь, да, ты просишь там показать какие-то образцы, тебе показывают образцы, ты говоришь, мы хотим сделать вот что-то такое, а потом, когда все тебе делают, ты приезжаешь, смотришь на все это, что получилось, и это будет совсем не то, что есть в образцах, а ты сплошь и рядом, то есть какие-то, чтобы даже футболки сделать какие-то с нашими лекалами, и вот, чтобы здесь производство наладить, сколько у нас, год ушел, да, полтора даже, то есть это не Китай, то есть проще всего сейчас, к сожалению, такая вот обстановка, что проще всего сейчас взять деньги, поехать в Китай, сделать в Китай и привезти в Россию, это будет дешевле, чем что-то в тысячу раз лучше, чем будет в России. Как карантин ударил по благосостоянию клуба? Карантин ударил не только по благосостоянию клуба, но и по всем бизнесам. Не только футбольным бизнесом, это для всех было тяжелое время. Если бы чемпионат не возновился, для нас у нас выводки были бы громадные, потому что мы бы не смогли выполнить наши обязательства перед спонсорами, мы не могли бы перед нашими обнименщиками, поэтому мы очень рады, что это возновляется. Потом сказали, что организовали спецборты для наших легионеров, которые прилетели в Москву. Были у них опасения? Или как бы все сказали, да, не вопрос, мы приедем, отработаем свой контракт до конца? Без опасения, все были только за, очень обрадовались, когда финальное было решение принято, что они могут вернуться, и наоборот были мотивированы. Я знаю, например, были слухи такие, что Джордан, потому что он давал интервью, где он говорил, какая ситуация по пандемии в Швеции, какая ситуация в России, но он тоже не боялся, он наоборот тоже горел вернуться и горел выйти на поле опять за «Спартак». Казается, всех ребят, никто не опасался, все наоборот радовались, что жизнь возвращается, футбол возвращается, все соскучились по футболу, конечно. Фил, когда наступил карантин, ты прекрасно понимал, что ты остался без работы, матчи везде закончились. Главный вопрос в этом выпуске, как мы уже со многими общались, карантин ударил по твоему карману, потому что ты совсем недавно перешел на «Окоспорт» на одних условиях, и, в общем, карантин, ты остаешься без матчей, по сути, без работы. Но у нас не было как в футбольном клубе, что мы собирались и решали, что всем срежут на 40%, я не совсем остался без работы, надо сказать, потому что мы продолжали выпускать разные программы, мы очень много архивов всяких выпустили на «Окоспорт», вплоть до того, что мы выпустили обзоры всех сезонов до самого начала, до самого основания английской премьер-лиги, какие-то матчи вспоминали, пытались что-то креативить, то есть, в принципе, мы работали. Естественно, главная наша аудитория собирается на лайф-трансляции, а их не было. Соответственно, я не получал деньги только за то, что я вот комментирую футбол. То есть, зарплата у тебя осталась? Да, зарплата у меня была, у меня не было этих денег. Ну, слушай, учитывая, что в карантине особо их не на что тратить, я считаю, что я не самый пострадавший. У тебя много знакомых, кто во время вот этого карантина остался там, условно, без работы? Ну, я честно скажу, нет, потому что у меня все практически знакомые работают в тех сферах, где можно работать удаленно. Я могу тебе сказать, что большинству из них так зашло вот это времяпрепровождение, да, когда ты просыпаешься, у тебя там созвон в зуме, ты из кровати совершенно спокойно все это делаешь, потом идешь там завтракать в домашней одежде, никуда не надо ехать, идти и так далее. То есть, большинство моих знакомых, которые я знаю, они время смогли свое потратить, наоборот, еще более полезно для себя. У вас сколько объектов вообще по Москве? Пять, шесть? Девять. Девять. Девять объектов. В принципе, все они более-менее элиты, все очень солидно, серьезно, спортсмены у нас с деньгами, любят хорошую жизнь. Если, ну, наверное, не знаю, не скажете мне, возможно, конфиденциальность, но вообще спортсмены, футболисты, спартаковцы, хоккеисты, другие топовые спортсмены, сталкивались ли вы с ними у себя на работе? Да, конечно, безусловно, они есть. Есть, на самом деле, представители, наверное, всех российских клубов, но, безусловно, нашего любимого клуба «Спартак». Есть несколько очень знаковых игроков. Какое будущее у Селихова, Гулиева и Умярова? Потому что ходят слухи, что Умярова хотят куда-то подстроить, Гулиеву наказан, как мы поняли. Я скажу так, вокруг клуба, вокруг «Спартака» очень много информации, ходит вокруг, которая не соответствует правде. И также могу сказать, что все слухи, которые связаны с Наилем, они тоже неправда. Наиль – один из наших самых талантливых игроков. Мы на него надеемся, он молодой, он – будущее нашего клуба. Он очень хорошо себя показывает и в тренировках, и в общении с командой, и с немецким штабом. Поэтому никаких мыслей, чтобы его куда-то отдать, продать или арендовать, нет вообще. То есть это вбросы? Конечно. Ну, чьи сбросы я не знаю, но в конце концов мы на него надеемся, и он «Спартаковец» и останется им. Ну, будем тоже надеяться. Конечно. Аяз Булиев провинился на тренировке, что-то там сделал непонятное, с кем-то поругался. Сейчас Аяз в каком положении? Нет, ну, я считаю, мы в «Спартаке», мы как одна большая семья. И в каждой семье какие-то недопонимания все равно бывают, они решаются со временем. Так же ситуацию я вижу с Аязом. Временно наказан такой статус? Ну, не временно наказан, нет, временно переведен в «Спартак-2», это не значит, что он не вернется обратно в основу, совсем не значит. И это не значит, что он с кем-то там поссорился или такого не было, у всех отношения чистые. Мы с Аязом тоже встретимся завтра, он приедет ко мне в офис, мы с ним еще раз обсудим ситуацию, чтобы он, чтобы, ну, была коммуникация, было понимание, и чтобы никто, чтобы все понимали ситуацию правильно. То есть вы всегда разговариваете в лицо? Конечно, 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 со всеми, потому что это, я думаю, это база для того, чтобы мы как команда были успешны, мы должны друг другу напрямую в лицо говорить. Так скажем, любимчик, один из любимчиков, Александр Селихов, кто помнит, приходил к нам даже на фанатскую трибуну, ссылка на этот выпуск будет вот здесь вот. Александр Селихов наконец-то восстановился, как мы видим, так же по фоторепортажам, видеорепортажам. Максименко у нас сейчас как бы основной брат, Ребров уже больше такой, дух команды. Что у Селихова? Селихов, Саша большой молодец, потому что он даже опередил свое время восстановления, да, на, по-моему, два с половиной месяца. Он работал очень профессионально, очень тщательно, да, так что он, да, он допущен к работе в основной команде. Он создает конкуренцию, конечно, Максименко, хотя мы на данный момент понимаем, что Макси у нас номер один, да, потому что он в тонусе, он играл. Саша не играл долгое время, поэтому мы должны как-то найти ему либо игровую практику, либо как-то его, ну, чтобы он создавал конкуренцию Макси. Больше каких-то таких тяжелых ситуаций увидел? Как вот на тебя лично это повлияло, там, на твое, может быть, какое-то мировоззрение? Больше летальность, конечно. Я каждый раз прихожу на смену, очень большая ротация больных. Ну, практически каждый день я, ну, я либо вижу, вот, прям своими глазами, как кто-то умирает, либо постоянно вот этот умер, этот, ну, то есть те, кого я знал, помнил. По многим вопросам вот начинаешь обсуждать бытовой жизни, слушать друзей, кто как вот чем занимается, и, ну, кажется, о чем вы вообще думаете? Что за ерунда вообще тут, ну, это вообще ничего не значит, просто пыль. Ты стал волонтером, ты помогал, я так понимаю, пенсионерам, да, каким-то пожилым людям, которые сидят дома и как бы не могут выйти в магазин. Как это произошло, расскажи. Для этого было две основные причины. Во-первых, мне казалось, что в такое сложное время, если кто-то может чем-то помочь, то он должен это сделать, найти способ, соответственно. Во-вторых, ну, действительно было не очень приятно сидеть дома всю дорогу, а поводов выйти из дома было не так много, а здесь ты совмещаешь приятное с полезным, поэтому почему бы и нет? Как ты думаешь, правильно ли было решение сейчас выпустить всех на улицу в один день, тем более там не дождавшись официально там окончания этой изоляции, говорили, что там до 14 июня продлится, выпустили всех 9-го. Насколько это правильно и насколько это сейчас может повлиять отрицательно на Москву? Сразу говорилось, что переболеет большинство. Главное не допустить перегрузки системы здравоохранения. То есть по нынешним цифрам медицина справляется, людей выпустили. В общем-то все этого давно хотели. Так что я думаю, вполне в принципе сейчас можно было уже это сделать. Если будет какой-то всплеск, я думаю, все могут так же назад отмотать. Тем более, наверное, кто хочет себя как-то обезопасить, он на протяжении этих двух месяцев это делал. И дальше будет делать. Как ты заметил еще до нашего разговора, людей научили мыть руки. Да. Как минимум. Слушай, ну и в заключение про футбол. Как ты думаешь, стоит ли, например, сейчас пускать зрителей на стадионы? Или лучше было бы доиграть сезон, например, без зрителей? Или не доиграть сезон вообще? Как они будут заходить на стадион? То есть они всей толпой как-то придут, постоят в очереди, а потом их рассадят? Ну, мне кажется, логичным было бы действительно либо без зрителей, либо не доигрывать, чем какие-то вот опять полумеры. Мы все хотим на футбол, ты хочешь на футбол, любой из нас хочет на футбол, это понятно. То есть здравый смысл, твой здравый смысл не как фанаты сейчас, а как человека, который там посмотрел на многое. Лучше бы по телевизору мы посмотрели, да, оставшиеся сейчас сезоны, грубо говоря. Что 10%, что 20%, какая разница? Все равно люди придут и могут заразиться. Или заразить. Ну, либо заразить, да. Многие люди тебе пишут в Инстаграм, поддерживают. То, что люди просто благодарят за то, что есть активные парни, которые там помогают общей проблеме. И тебе спасибо за это интервью. Ты многое нам рассказал, многое рассказал нашим подписчикам. Надеемся, что скоро это все закончится. Вернется и футбол, и вернется обычная человеческая жизнь. Спасибо тебе еще раз. Я думаю, если сейчас разрешили 10% стадионов, это, конечно, нас не может удовлетворять. Это мало. Мы хотим видеть наших болельщиков на домашнем стадионе, да, в первую очередь. Поэтому из наших ребят все были за. Конечно, конечно, конечно. Вы сказали про, ну, упомянули про 10%. Естественно, я не могу не задать этот вопрос. Всем нашим зрителям и подписчикам будет интересно. 10% будет ли расширяться до 30%, как опять-таки писали в газетах? Как будет определяться болельщики на трибунах? То есть, понятно, центральные сектора – это главный такой актив, да, по именно касаемо спонсорским вещам. Вы обязаны как клуб, да, с большими контрактами выполнять свои обязательства. Но трибуны север, фанатская трибуна, какие-то уже есть понимания? Ситуация очень тяжелая, потому что с точки зрения, это даже не надо смотреть только на центральную трибуну, потому что, да, с коммерческой точки зрения это важно, но без фанатов, без фанатской трибуны, это, конечно, футбол. Мы играем для зрителей, да. Конечно, нет, ну, конечно, мы играем для зрителей, и мы хотим удовольствия зрителям, и мы хотим предоставлять. И хотим, чтобы все ребята вернулись, все фанаты вернулись на стадион как можно быстрее. Поэтому мы пытаемся тоже как-то лоббировать эту позицию, что 10%-то мало, мы с этим не можем соглашаться, да. Мы благодарны, что вообще 10% возможно, но с другой стороны надо все-таки... Хочется никак... Побольше. Побольше. Хочется побольше, хочется полный стадион опять, да. Тем более на такие матчи, как с ЦСКА или с Локомотивом, конечно, хочется чувствовать фанатов, чувствовать атмосферу в стадионе. Но тяжело, тяжело распределить, тяжело рассчитать правильный подход к этому, да, потому что все равно кто-то останется в обиде, в конце концов. Но мы вот на следующих днях уже опубликуем официальную позицию. На днях будет решение, да, ну, конечно, игры скоро начинаются, конечно, на днях. Да, мы обязаны принять решение, и, надеюсь, ребята тоже подойдут к этому, фанаты подойдут с этим с пониманием, потому что у нас это тоже тяжелая позиция, да, но мы обязательно хотим видеть не только центральную трибуну, мы хотим видеть всех болельщиков в стадионе. Так что, ребят, на днях обязательно будет заявление от футбольного клуба «Спартак», а может быть, уже когда выпуск вышел и заявление уже появилось, поэтому следите за новостями, надеюсь, что все это рано или просто закончится, и мы все уже соберемся на трибуне «Север» и погоним нашу команду вперед. Сейчас непрятно, как эти 10% будут распределяться, также была новость, что там через пару недель до 30 планет расширять, возвращаются уже матчи какие-то начались в Европе, твоя работа вернулась на прежний уровень, и что ты думаешь по поводу российского чемпионата, который как бы вроде зрители пускай будут, но по сути, что такое 10% для клуба? Слушай, у меня вообще очень смешанные чувства по поводу возобновления сезона в России, я, скорее всего, конечно, придерживаюсь той позиции, что его нужно возобновлять обязательно, мне вообще было дико, что какие-то клубы выступали за то, чтобы сезон закончить. Ну, то есть, понятно, что за это могут выступать власти, да, там, система здравоохранения, наверное, к этому отнесется настороженно. Но ты футбольный клуб, твоя работа играть в футбол, ты должен всеми силами быть за то, чтобы футбол возобновился, и всеми силами находить варианты, прорабатывать различные варианты в этой ситуации, чтобы тебе играть. Как кто-то может, наоборот, давить на то, чтобы не играть, будучи футбольным клубом? Ну, мне кажется, такое только в России возможно. На год заключаются контракты со спонсорами, там, с рекламодателями, совсем-совсем-совсем. Когда это все тормозится, клуб теряет большое количество. Ну, с подробностями, я думаю, что лучше обратиться в клуб, и, конечно, ради этого пытаются повысить до 10, до 30. Ну, конечно, 10 — это самое ключевое. Если 10% будет, это значит, будут VIP-ы, да. Если VIP-ы продолжат ходить, продолжат платить, и мне надо будет возвращать деньги, это уже большая победа. Я, если честно, готов отказаться от того, чтобы ходить пока на футбол, в пользу того, чтобы как можно безопаснее у нас все это было и быстрее закончилось. Все, спасибо тебе большое, дружище. Давай, хороших тебе матчей. Смотрите филы на Око Спорт, а мы идем дальше. Спасибо вам, спасибо вам, смотрите, не фанаты. Не отходя от темы с сербами, сейчас мы вам покажем один кадр, который произошел буквально, ну, можно уже сказать, на той неделе. Это дерби «Церозвездный партизан». В Сербии дерби прошло кубковое. К сожалению, Цирвена проиграла битком. Почему так там и почему у нас вот так? Ну, на мой взгляд, в Белграде такое просто, в принципе, невозможно, какие-то 10%. Чтобы было понимание, сербы даже во время православных каких-то праздников они отменяли игры. То есть они приходили, давили на руководство. Лиги, руководство лиги, да? Да, да, да. И люди как бы меняли даже даты игр. Поэтому в Сербии, в принципе, невозможно, чтобы какое-то дерби прошло там. То есть даже они заикнутся по поводу того, что давайте будет присутствовать сегодня 10%. Все равно надо все делать по уму. Наши власти пытаются там что-то где-то там подзамять и так далее. Придумывают какие-то меры, да, опять же, отменили. Людей тьма вообще на улице. Ну, вы все это видите. А статистика, которую нам дают, а та как бы не падает. На 9 тысячах держится в России количество. Потому что на скором мероприятии важное, поэтому она не падает. Пандемия, да? То есть мы просто это у нас из средств массовой информации, это информация, что у нас якобы пандемия есть, а де-факто де-юре. У нас объявлено пандемии не было. К пропускам я, конечно, негативно относился. Я отношусь, потому что, ну, то есть перед фактом поставили, то есть вы обязаны. Все, ты без пропуска никто. Ты не можешь въехать в Москву, ты не можешь выйти. То есть, и что хочу сказать. То есть к этому все и ведется, да. Я вот хочу для болельщиков, для фанатов сказать такую вещь. Сравнить это с фанайди. Как вы помните, перед чемпионатом мира, да, за год, был Кубок Конфедерации. И ввели как раз вот эти фанайди. Сразу, ну, активные болельщики, там, фанаты, сразу оформили эти фанайди. И в один момент, без суда и следствия, всем их заблокировали. Когда люди уже с билетами из этими фанайди заходили на стадион, уже выяснялось, что у них фанайди заблокирован. То есть без суда и следствия. То есть, а смысл в чем? То есть все, кто, воспользовавшись вот этой пандемией, вводят вот эту глобальную цифровизацию, они этого и хотят. Чтобы мы были, скажем так, зависимы от вот этой цифровой всей системы. Настолько, что любой шаг вправо и шаг влево нас лишал бы определенных благ. То есть нам моментально за какие-то проступки будут приходить штрафы. Ни для кого не секрет, уже можно даже посмотреть на сайте мэрии Москвы. Есть план Москва-2030, где там прописано о том, что, ну, уже там вот эти QR-коды, они уже будут сейчас, все документы наши с вами будут уже зашиты в этот один QR-код. Ты этот QR-код везде предъявляешь, у тебя там права и медицинская карточка, и обычная карточка, вот. Всегда это очень сильно влияет, когда нет фанатской трибуны. Тем более для клуба, как «Спартак», это просто, естественно, очень-очень важно иметь поддержку фанатов. Если ее нет, это, конечно, тяжелее. Поэтому, надеемся, что... С парнями это обсуждали с игроками, что ребят... Ну, конечно, играть перед пустыми трибунами, это, конечно, по-другому, потому что фанаты несут команду, фанаты их стягают вперед, да, и поэтому ведут к победам, в конце концов. Очень важно иметь эту поддержку с трибун. И посмотрим, надеюсь, что все-таки победы будут, и мы не будем... В субботу? Не, не будем, конечно, мы не будем, мы не будем исходить из того, мы должны смотреть на себя, на команду, мы не можем повлиять на эту ситуацию. Все ждут решения, как будет со зрителями, и, ну, совершенно очевидно, что часть желающих... Заходить смотреть в пабе. Заходить смотреть в пабе, да, и даже желающих, имевших раньше возможность ходить на стадион, они отчасти будут от нее отрезаны. Ну, например, тоже взять дерби, да, будет сейчас 30-го ЦСКА «Спартак». Ну, гостевого, всех, которые нет, да, естественно, мы всех ждем, то есть... Возвращение пива на стадионы, возможно или нет, и, как думаешь, это как-то может повлиять отрицательно на ваш бизнес или, наоборот, положительно? Нет, ну, можно только пошутить, что когда человек прибегает свинью и розу после сектора, где пива нет, он, конечно, выпьет его больше, безусловно, да, да. Но я за пиво на стадионах, я не знаю, мне кажется, оно никому не мешало никогда. Изоляция закончится, бизнес возродится, все будет идти вперед, спартакские болельщики будут приходить и на стадион, и в бар, все будем идти к одному общему делу, неважно, будь то это сектор стадиона или какие-то заведения, тут и до Кубка-то рукой подать. Да, все ждем. В Еренбург, если не получится, то можно на Трубную приехать. Ну, если в целом по онлайну конкретно брать без оффлайна, то есть заказов больше, чем до вируса? Сейчас уже на данный момент они выровнялись, как и было. Во-первых, потому что мы начали маски продавать. Смотри, ты сам сказал про маски, не могу не упомянуть момент, когда вы выложили информацию о том, что можно в вашем магазине купить маски, и народ двояко очень к этому отнесся. С чем ты это связываешь, и как можно объяснить этим людям, что ничего плохого в этой истории с масками не было? Ну, смотри, в Инстаграме конкретно магазины, там только положительные в основном отзывы. Как в Инстаграме самой Фратри, да, там много негативных отзывов было. У нас открытая продажа, хотите покупайте, хотите не покупайте. В пандемию не так просто было найти производство, которое будет что-то делать, потому что все тоже боялись выйти. Продажа оффлайн упала, сейчас ее надо было чем-то компенсировать. Поэтому так. Ну, то есть, в целом, как я понимаю, посыл продаж этих масок был в том, что если ты хочешь как бы обезопасить себя стильно, там, да, ты можешь купить. Конечно. Если хочешь это делать обычным способом, пойди в аптеку, купи там обычную маску. Ну, безусловно. То есть, мы не просто подошли, там, да, кусок ткани взяли квадратный, там, отрезали, и, там, нате, да, за 500 рублей. То есть, мы ее разрабатывали достаточно долго, чтобы она была удобной, чтобы она была там со всеми, как бы, фишечками, там, чтобы нос зажимался, чтобы, как бы, на уши не давил. Ввели сразу, там, 4 размера, чтобы всем было удобно, для детей, для женщин, там, вот. Поэтому это даже не то, что маска была, вот, чисто вот для коронавируса, да. То есть, фанаты всегда, ну, всегда любили закрывать лица свои, как мы знаем, да. То есть, для похода на стадион, то есть, это прекрасный аксессуар, который просто, так сложились, ну, события, да, что он, как бы, вот, можно было его выпустить, и его в дальнейшем его можно будет тоже, как бы, людям покупать, то есть. Но, в целом, и справились с хейтом, всем, я смотрю, дружелюбно ответили. Да, конечно. Какой-то компромисс, я так понимаю, был найден, ну, и потом все сошло на нету, я смотрю, народ активно, в принципе, в этих масках ходит, патчи в ТСМ, все здорово. Ну, и, наверное, финальное по магазину, я вот, как человек тоже старой закалки, люблю прийти в магазин, выбрать лично, померить, вот, когда откроется оффлайн-магазин? Слушай, ну, ждем, мы зависим там от РЖД и еще от наших арендаторов, которые арендуют у РЖД, там, длинная цепочка достаточно, ждем, что в конце июня все-таки будет открытие, мы сами тоже, уже, как бы, люди хотят все-таки тоже потрогать, посмотреть, ну, то есть, хотелось бы поскорее тоже, открыться, но не от нас все зависит, я хоть сейчас откроюсь, вот, ну, как бы, заходите на сайт, следите за соцсетями, там, будет много интересного. Алексей, тебе спасибо, а нашим подписчикам напоминаем, что по промо-коду дневник фаната скидка в магазине Фратри. Больше предпочитают какие-то большие объемы по квадратуре, или, если, например, у нас футболисты многие одни, без, там, семей пока что, берут себе, например, там, поменьше или сразу на будущее? Вообще по-разному, то есть, нету, нет какой-то нормы, то есть, и нет пафоса, я бы не сказала, что самые дорогие лоты берут именно футболисты, нет, точно сосредоточено на комплексах, если брать жилье с закрытой территорией, максимально закрытой, фанатки бывают разные, они, не супер много соседей, то есть, даже если здесь вот такой комплекс, где мы с вами находимся, здесь 250 квартир, но при этом они все разбросаны по 10 особнякам, то есть, всего, а плюс ты еще живешь в своем, как бы, домике, у тебя от 20 до, там, 50 соседей. Максимальная безопасность, чтобы, там, с охраной все было хорошо, чтобы камеры везде были, чтобы четкая пропускная система, чтобы случайные люди не зашли, то есть, они про приватность. Это вообще, мы называем, свой комфорт и свой приват на ней прям. Это для них на 100% важно, то есть, если не закрытая территория, то понятно, что речи идти не может. Мы не озвучиваем фамилии, да, мы не рассказываем, что именно вот этот здесь живет. Да, здесь баннеры там, в системе. Если говорить именно про инвестиции, да, а не про жилье, то есть, у нас второе направление – это коммерческая недвижимость. И в рамках коммерческой недвижимости мы в том числе продаем такой продукт, как готовый арендный бизнес. Такие вещи можно приобрести именно с доходностью там 10, 12, даже до 14% годовых в рублях. Мы это называем пассивный доход. И вот на такие вещи спортсмены стали обращать внимание, потому что понятно, что карьера заканчивается, ну, насколько я понимаю, достаточно рано. Да, и поэтому, конечно, они начали смотреть по сторонам. Какой мерч, да, то, что вы производите, такой самый популярный среди фанатов «Спартака», который больше всех заказывает? Есть такая, в любом есть такая статистика? Конечно, отслеживаем, да, отслеживаем всю эту историю. Мы, в принципе, у нас все удачно продается, не было такого, чтобы у нас какая-то такая линейка была, потому что, во-первых, делали для своих и делали как бы то, что нам нравится. В основном, конечно, это Москва, Москва, наша история. Прям хит, да, так можно сказать? Ну, да, да, то есть его очень-очень, как сказать, очень нравится людям, ну и хистерия. Был матч «Спартак» ЦСКА, у нас есть линейка «Хулиганс», и там «Метеор», «Вымпел», там. Приходит чувак, ну, мы там, все там уже отметили это дело с утра, как бы, тут у нас, ну, у нас все, кто работает в магазине, все болезут в «Спартак», соответственно. И приходит чувак в кепке ЦСКА, там, все дела, короче, блядь, выбирает эту футболку «Хулиганс», а мы стоим и как бы смотрим на это все, и он подходит на кассу, говорит, там, блин, вот хочу купить. Я ему говорю, слушай, друг, ну, ты же понимаешь, что это, как бы, ну, «Спартак»? Он говорит, мне, честно сказать, все равно, офигительный принт. А, как бы, ну, ладно, давай тогда, вот это футболка была. Бонусы, какие-то ништяки для наших подписчиков, у нас есть постоянные, кто это просит, человеку под ником «Барбос» передаем огромный привет, который постоянно клянчит у нас в подарке. Да, постоянно наш клиент. Поэтому, дядя «Барбос», вот тебя уже называют там подписным. Возможно ли для наших друзей, наших подписчиков какой-то промокод? Итак, по поводу промокода. Мы делаем промокод «Дневник фаната», по которому вы можете приехать и купить. То есть, приходит человек, говорит, дневник фаната. Может приехать, может, там, на сайте оформить, по промокоду, и он получит обязательно скидку, там, 15%. 15%. Промокод «Дневник фаната» 15%. И помимо этого мы подготовились, и так как мы очень любим дневник фаната и смотрим его, поэтому мы еще решили парням подсобить, и на ваш розыгрыш у нас есть такая коллекция «Олдскул», одна из самых первых, и поэтому вот такие вот пять футболок. Помимо того, что вы получаете промокод, по промокоду «Дневник фаната» 15% скидку у парней в магазине, парни еще любезно предоставили пять футболок. Переходим к нам в Инстаграм, оставляем под постом, где будет пост «Розыгрыш футболок», комментарий. Комментарий должен стать. Трех друзей отмечаем, ставим лайк, подписываемся на наш Инстаграм, и обязательно условие будет подписано на Инстаграм парней. Случайным образом, когда-то мы подумаем, когда выбираем пятерых победителей, то есть пять человек, каждому по футболке. Парни, спасибо вам большое. Спасибо вам. Делайте хорошее дело. Желаю вам удачи. Вы тоже делаете очень хорошее дело. Стараемся, пока не стараемся. Желаю вам удачи. Продолжайте радовать нас качественным мерчем. И надеюсь, что футбол скоро возобновится. Все-таки будет, да. В полном объеме, никаких 10% не будет. Либо все, либо ничего, как говорится. Правильно? Анастасия, ну не могу не спросить, как давно болеете за «Спартак», почему «Спартак»? Я все детство наблюдала, как мои родственники, ну в основном это отец и его родной брат, болели за московский «Спартак». Я до сих пор после каждой игры собираю сувенирную продукцию, всякие там каталоги, значки, все. Я все собираю, привожу в Архангельск по мере возможности, дядю в подарок. Вот эти фишечки, они настолько усиляют лояльность к бренду, ну и, конечно, усиляют желание каждый раз приходить на стадион. Круто, в общем. Как вы можете оценить, вся эта ситуация пошла ли команде в плюс? Или же все-таки тема карантина, это прям твердый минус, что могло вообще произойти в футболе и в «Спартаке»? Для футбола я считаю, что это большой минус, потому что все-таки это перевернул рынок, это многим клубам создало очень тяжелую ситуацию финансовую, разговоры также те же, которые мы вели с командой. Ребята молодцы, поддержали по сокращению зарплаты все-таки клуб, но такие разговоры, никакой руководство не хочет вести такие разговоры с командой, потому что они все-таки всегда негативные, потому что всегда ты у кого-то что-то пытаешься снизить, что он заслуживает. Наоборот, я думаю, ребята сплотились, они понимают, что сейчас будет очень жесткое время, которое они должны пройти вместе, да, и они настроены хорошо и готовы к бою. Ну отлично, можете передать всем привет. Всем привет, ребята, поддерживайте нас, либо с трибун, либо дома. «Спартак» вперед! Спасибо Томасу, Антону Лисину в нашей пресс-службе, поэтому впереди матч с Тулой, будем смотреть, как будет биться наш «Спартак», ну а мы ждем все возвращения на родной стадион, где вот сейчас сидим, вот прям за мной он находится, и до встречи, и до встречи, конечно, на стадионах. Ну что, дорогие друзья, этот огромный жирный выпуск подошел к концу. Всем огромное спасибо, кто досмотрел его до этой минуты, кто поставил уже лайк, кто еще не поставил, обязательно это сделайте, кто написал комментарий и вообще подписался на наш канал, потому что мы все это делаем ради вас. Это третий выпуск во время карантина, мы старались как-то удивлять вас, что-то придумывать новое, но опять-таки все судить вам, все это делается для вас, а вы, соответственно, уже с помощью лайков и комментариях как бы показываете, зашло это дело или не зашло. Сегодняшний выпуск был, мне кажется, очень удачный, был очень интересный, много интересных гостей, и надеюсь, что все ваши вопросы, которые были во время карантина, мы постарались на них ответить с помощью наших гостей. Пишите свои мысли, что думаете, впереди матч в Туле, впереди возобновление сезона, впереди, возможно, расширение аудитории на стадионе до 30%, а может быть, и уже и больше. Ну и, соответственно, следите за нашим инстаграмом, подписывайтесь на все наши социальные сети, все ссылки будут внизу. Огромное спасибо нашему оператору Олегу, который просто нам помог своим качеством, своим звуком сделать этот выпуск таким, который вы сейчас его увидели. Олега мы также оставляем внизу в комментариях, кому нужны будут услуги видеооператора. Сейчас пошла реклама Олега. Олег, ничего страшного? Нормально. Кому нужны будут услуги видеооператора, обращайтесь. Олег Никитин, промокод Дневник Фаната. Какие-то скидки вы получите от него железно вообще. Меньше слов, больше дела. Впереди матч в Туле, куда мы обязательно поедем. Всем огромное спасибо. Это был Дневник Фаната. Все по топу. И увидимся с вами. Надеюсь, что очень скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»